Важнейшую тему обсудим с финансово-экономическим экспертом Андреем Новаком. Андрей, здравствуйте. Я, как всегда, рад вас приветствовать. Вы знаете, в наших эфирах мы с вами всегда обсуждаем темы, которые, возможно, не лежат на поверхности. Вот сейчас, как по мне, на самом деле, очень важный аспект мы с вами затронем. Британская разведка заявляет, что одной из причин, почему Россия строит новые транспортные пути на временно оккупированных территориях Украины, это не только военная логистика. Суть в том, что это такая, знаете, война за полезные ископаемые украинские. Вот появилась информация, что особо оккупантов интересует железная руда, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий. Скажите вообще, пожалуйста, вот этот аспект, его тоже не стоит, я так понимаю, исключать из своего внимания. Это тоже надо понимать. Насколько этот момент, полезные ископаемые украинцы, важны для врага? Безусловно, враг себя ведет на временно оккупированной территории, так как себя всегда ведет оккупант, то есть это грабеж. Пока территорию оккупировали, надо воровать все, что можно и даже то, что не лежит на поверхности, как полезные ископаемые. Безусловно, что это важный аспект оккупации, это максимально обворовать оккупированную территорию. Но в данном случае мы должны понимать, что у самой России предостаточно своих природных ресурсов и полезных ископаемых в том числе. Но, как говорится, все, что можно еще плюс наворовать, почему бы его не наворовать? Поэтому, безусловно, грабеж оккупированной территории – это один из элементов оккупации и даже некоторых смыслов ведения войны, посылания своих местников, солдат под огонь, под очевидную смерть ради того, чтобы еще какое-то время воровать украинские достаточно богатые, как для Украины, полезные ископаемые. Я могу навести некоторые цифры конкретные. Есть оценка канадской аналитической компании СЭКДЕВ того, что приблизительно сейчас, чем владеет Россия на оккупированной украинской территории, на оккупированных украинских землях. Это на сегодняшний день 41 угольная шахта, это 27 газовых, природного газа месторождений, это 14 месторождений пропановых, это 9 нефтяных месторождений, это 6 железорудных, по 2 титановые руды и циркониевые руды и по одному месторождению стронция, лития, урана и золота. Вот это то, что сейчас находится под временной оккупацией России. Оценка общая, только приблизительно вот этой канадской компании. Стоимость этого всего, этих запасов, изведанных только на сегодня запасов, это 12,5 триллионов долларов. То есть не миллиардов, а 12,5 триллионов долларов. Это то, что возможно пока посчитать вот так, как говорится, на удаленке. Ну в процентах какие-то потери для Украины, это пока что временные потери для Украины, 63% запасов угля, 11% запасов газа, нефти, простите, 20% запасов нефти, 42% запасов металлов и 33% запасов редкоземельных минералов. Вот это те потери, которые сейчас Украина несет на своих недр полезных ископаемых на временно оккупированной России территории. Ну и еще назову цифру воровства украинского зерна. Так вот за прошлый год, 23-й год, Россия с оккупированной частью Украины вывезла 4,8 миллионов тонн зерна, то есть почти 5 миллионов тонн. Приблизительно столько же они вывезли и в предыдущем 22-м году, ну и, наверное, приблизительно столько же, если успеют, будут вывозить и в этом году. То есть воровство идет по всем направлениям, по всем статьям. Вы в сюжете показывали, что режут все, что можно резать, оборудование, технику, все вывозят, ну и для этого действительно надо, скажем так, увеличить возможности транспортной, значит, пропускной способности, поэтому строят дороги. Две цели, только военная логистика и логистика воровства. Вот больше других целей я не вижу. Я сегодня увидел в соцсетях состояние, например, Донецкого железнодорожного вокзала. То есть, как и 10 лет назад, до сих пор разбиты окна, не вставлены, все железные пути уже проросли не только травой по поясу, а уже и кустами, и деревьями местами. То есть не сделали даже железнодорожного сообщения с Донецком. Это опять-таки говорит о типичном поведении оккупанта. То есть его цель не развивать территорию, которую он захватил, а ее просто грабить, пока она под его контролем. Вот такая реальная картина. Это, наверное, вот тот русский мир, которого, к сожалению, много кто ждал. Действительно, реально ждал, хотел. Ну вот, наверное, уже дождались. Да, это на самом деле тот самый русский мир. Вы знаете, я вам очень признателен, Андрей, чтобы вы назвали конкретные цифры, чтобы мы понимали, что такое эти самые полезные ископаемые. И вот теперь становится понятно, эти преступные мотивы врага. Вот вы знаете, еще одна тема, хотел бы с вами обсудить, готовясь к общению с вами сегодня. Приходилось сегодня читать новость о том, что Россия вылетела из десятки крупнейших экономик мира. Вот это я прочитал сегодня. Как вы думаете, на самом деле это случилось? Давно ли это случилось? Или вот только совсем недавно? И вдогонку еще один аспект. Помню, на саммите ШОС, который недавно происходил, там обсуждали представители России в том числе, что уже пора отходить от зависимости от доллара, что надо что-то искать, какую-то альтернативу. К чему вообще были эти все разговоры? Вот два вопроса в одном. Ну, начну с последнего. К чему эти разговоры? Ну, это в контексте здесь ничего удивительного того, что вот русский мир, он такой великий, Россия такая великая, влиятельная, что можем отказываться даже от мировой валюты номер один от американского доллара. Ну, интересно, от доллара отказываться в пользу чего? Ну, в самой России они уже показали в пользу чего. То есть они после вот этих неожиданных американских санкций, которые обвалил работу на московских биржах, российских биржах и акций российских компаний, и акций самих бирж, и началась новая волна девальвации российского рубля. Вот после этого Центробанк России как бы формально или неформально отвязал рубль от привязки к американскому доллару и привязал к китайскому юаню. Ну, если вот это ихний путь, ну, как говорится, скатертью дорожка. Дело в том, что даже несмотря на то, что Китай это на сегодня вторая экономика мира после американской, но, как мы знаем, юань китайский не относится к так называемым твердым валютам, поскольку время от времени он также достаточно глубоко девальвирует. Ну, а теперь первый у вас вопрос о том, что Россия вылетела из десятки. Она вылетела не только из десятки, но и из двадцатки. И единственное, на чем держится, ну, как бы виртуально, там, объем российской экономики, это статистические манипуляции, прежде всего, и уже, которого я вспоминал, российского Центробанка и статистических органов самой России. Поэтому уже не только о большой семерке или там восьмерке не идет речь для России, даже о большой двадцатке, если объективно оценивать размер ВВП, я уже не говорю о ВВП на душу населения, которым и соизмеряются масштабы экономик государства. Кстати, Андрей, хотелось бы с вами еще обсудить вот какой аспект очень важный. Мы прекрасно знаем, что Российская Федерация часто различными методами, в том числе и информационными атаками, пытается, по крайней мере, создать панику на территории Украины, раскачать лодку, как говорится. Вот сейчас много разговора о том, что Украину ждет дефолт. Скажите, пожалуйста, сможет ли Украина удержать экономику? На каком этапе мы сейчас находимся? И вообще проанализируйте, пожалуйста, этот момент. Ну да, вы правильно сказали. Эти регулярные российские ИПСО, или точнее сказать, постоянные российские ИПСО, о том, что все пропало, в Украине все плохо. Да, в данном случае вот-вот и опять будет дефолт, который они же прогнозировали чуть ли не каждый год в Украине. Да, но никак дефолта не было никогда в Украине. Ну, опять идет эта волна для того, чтобы раскачать лодку нашу изнутри. Но реальное состояние дел есть такое, что сейчас украинское правительство ведет инцессивные переговоры о реструктуризации выплат государственного долга, то есть перенос на более поздние периоды. Главные суммы, которые мы в течение года должны оплачивать, самые большие, они приходятся на август и сентябрь. И сейчас идут переговоры, чтобы реструктуризировать вот эти платежи, для того, чтобы государственный бюджет Украины сейчас не выделял большие суммы на обслуживание долга, а, соответственно, имел возможность больше выделять на оборону. Что понимаем, что это логично, это сейчас необходимо Украине. Я уверен, что переговоры пройдут успешно и какую-то форму реструктуризации Украины получит. Но я вам скажу, вот это страшное такое слово «дефолт» для страны, на территории которой происходят, как у нас, к сожалению, такие масштабные военные действия, даже «дефолт» сам по себе это не есть плохо. Я бы вам даже откровенно сказал, это было бы очень неплохо, если бы Украина объявила «дефолт», то есть отказ от своих долговых обязательств, и это все бы поняли, потому что Украина сейчас терпит очень масштабные военные действия на своей территории, в том числе с очень масштабным экономическим вредом, ударом, который нанесли уже и наносят до сих пор действия России. И даже в контексте того, с чего мы начинали наш разговор, в контексте потери временной доступа к огромным полезным ископаемым. То есть даже если бы Украина сейчас объявила «дефолт», это, я считаю, ничего бы страшного не было. Наоборот, это значительно уменьшило бы нагрузку на государственный бюджет, на те платежи, которые сейчас нам не очень нужны, потому что наш приоритет, безусловно, это бюджетные траты на цели обороны. Но я думаю, что до дефолта все равно не дойдет, поскольку принципиальные позиции очень правильной украинской власти, что мы, несмотря на масштабные военные действия на своей территории, все равно не отказываемся от своих обязательств, все равно их исполняем, но немножко облегчение в виде реструктуризации было бы сейчас очень неплохо для Украины. Я думаю, что именно так и будет. Ну а потом уже после украинской победы в форме репарации из России мы будем в том числе и закрывать свои долговые обязательства, которые объективно сейчас возрастают, потому что Украина не только получает помощь в виде бесповоротной помощи, но и Украина должна определенные суммы все равно одалживать, брать кредиты, и их надо будет потом все равно обслуживать. Вот мы их и будем обслуживать, в том числе из арестованных российских активов и из российских репараций в Украине. Андрей, спасибо вам громадное. Вот все четко и понятно. Очень рад был с вами пообщаться. Андрей Новак, финансово-экономический эксперт, был в прямом эфире телеканала Freedom. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова